Девочки, всем привет! Это, наверное, десятый дубль, который я пытаюсь снять, у меня никак не получается, нервничаю, волнуюсь, потому что это мое первое видео на ютубе, я не знаю, буду ли я снимать дальше на ютубе, потому что я очень волнуюсь, и сейчас я понимаю, что, блин, я не готова к очень длинным видео, надеюсь, я не перегорю этим, и благодаря вашим лайкам, благодаря вашим просмотрам я начну разговаривать на аудиторию, тикток это другое, это 15 секунд, ты сказала и всё. А здесь нужно быть настоящей, честной, я очень боюсь показаться какой-то не такой, не знаю, у меня есть что-то, такие загоны в голове, поэтому я очень часто буду смотреть в бок, потому что мне кажется, когда я смотрю в камеру, как будто на меня смотрят тысячи людей, и я очень сильно стесняюсь. Всё-таки давайте же мы перейдём к теме этого видео, если вы уже прочитали название видео, значит вы поняли, что это будет распаковка, эта большая коробка стоит здесь не зря, я её получила сегодня, она очень большая, очень тяжёлая, мне очень сложно её поднять, поэтому смотрите просто так. Видео с кадра я сейчас уберу, здесь не весь мой товар, товары будут, как вы поняли, с Валбериса, с Алиэкспресса и, конечно же, с Шейна. Что хотела сказать, в этой коробке не весь мой товар, здесь есть товар и других людей, поэтому, скорее всего, я сейчас здесь найду свой товар, потому что я ещё даже не смотрела, я прям села и захотела именно вам показать, что как, где, почему. Давайте же начнём. Я всё-таки решила убрать коробку с картинки, чтобы нам это не мешало, не отвлекало. Начнём, наверное, скорее всего, с Валберис, потому что там мало посылочек. Первое, что я получила, это вот такой вот казанчик с воском. Сейчас мы его распакуем, а у скотча я не взяла ножницы. Сейчас, минуту, здесь появятся ножницы. Здесь появились ножницы, а значит, мы можем распаковать эту посылочку. Эту посылку хотел распаковать вчера муж, но я сказала, я буду снимать видео, я стану ютубером. Так что, девочки, так, сейчас распакуем по-быстрому, у вас, наверное, это всё будет в таком быстром формате. Открыла. Кстати, девочки, что я хотела сказать, все артикулы, все ссылки на товары я буду оставлять в своём телеграм-канале, поскольку с ютубом я ещё до конца не разобралась, я не знаю, как что оставлять, что делать. И именно на нужный вам товар, который вы будете оставлять в комментариях под постом именно в телеграме, я буду оставлять артикулы. Так что подписывайтесь на мой телеграм-канал, у меня нету никаких запрещённых сетей, в основном только телеграм и тикток. Если вы смотрите это видео, значит, вы перешли либо с тиктока, либо с телеграм. Так. В наборе с этим комплектом шли палочки, воск и ещё что-то. Вот, а здесь я оставлю фотку, либо с этой, либо с этой стороны, я ещё не знаю, я ещё не монтировала. Если не понравится товар, вернём деньги. Ну, смысл возвращаться. Это здесь всё выглядит примерно так. Я думала, палочки будут хотя бы обмотаны резинкой, но решили не обматывать резинкой. Самое главное, это казанчик. Как вы поняли, это воскоплав для шугаринга, депиляции, всё в этом духе. Так, здесь это крышка, это воск. Я хотела коричневый воск, потому что все писали, что коричневый воск супер, но они положили мне жёлтенький. Ну и на этом спасибо. Здесь эти штучки для удаления волос и самочинский казанчик. У меня, кстати, такой был, и он сейчас, к сожалению, в очень плачевном состоянии, потому что он перевернулся, воск был горячим, и весь мой казанчик стал воским. Поэтому муж сказал, чем оттирать этот воск маслом, лучше купить новый. К казанчику ставлю, наверное, восемь из десяти, потому что я уже пользовалась таким же. Надеюсь, это такое же, вроде название такое же, и выглядит он так же. Поэтому пока что восемь из десяти. Также с Valberis я получила два вот таких вот карандаша от Vivienne Sabo. Это в оттенке семь, но в основном я пользуюсь шестёркой. У меня на бровях сейчас шестёрка. Семёрка у меня была, но мне казалось, что она очень тёмная для меня. Просто она была по скидке, и она стоила очень дёшево. Я буду оставлять фото здесь. И как выглядит товар, в принципе, вблизи тоже я буду оставлять здесь. Упаковано хорошо. Он здесь плотненько закрыт. Вот, вблизи я его ещё вам вот так типа свочу, покажу. 0,7, в принципе, надеюсь, не будет слишком темнить. Ставлю 10 из 10, потому что это мой самый любимый карандаш. Другими я просто не умею пользоваться. Дальше я вам покажу товар с Aliexpress, потому что их тоже всего лишь два. Шин оставлю напоследок. Первое — это вот такие вот пакетики, да, их можно назвать для бижутерии. Вот. Здесь его видно хорошо. Их я заказала для своего онлайн-магазина. Как вы знаете, у меня есть онлайн-магазин, и я продаю бижутерию. Поэтому это незаменимая вещь. Им ставлю 10 из 10, потому что я их тоже постоянно заказываю в разном размере. Дальше идут вот такие вот крафтовые пакетики, они тоже с Aliexpress. Также я заказываю для своего магазина, потому что если вдруг заказывают что-то поштучно, их удобно положить вот в такой маленький конвертик. Заклеить своей наклейкой, да, фирменной наклейкой магазина. Так заклеиваем и отправляем. Им тоже ставлю 10 из 10. Они мне очень понравились, потому что я заказываю тоже уже второй раз. Сейчас я заказываю их много. Далее. Далее идет такой пакетик от Shein. Так, здесь я, как поняла, бюстгалцеры. Я заказала в размере S. Здесь же должен быть написано. Я думала, что цвет этот будет более насыщенный, но он какой-то слишком светлый. Ну ладно. Базовые цвета, так скажем, черный, серый и голубенький. Это не просто бюстгалтеры. Здесь съемные чашечки. И здесь вот такое идет крепление для кормящих. Я, конечно, еще не кормящая, но вскоре это мне пригодится. Я, конечно, не знаю, как этим пользоваться. А. Так это полностью снялось. А. А. Ну, короче, разберусь. Так, качества вроде неплохие, вроде немаленькие. Но мои должны подойти. И небольшой. Цвета понравились, в принципе. Пока что ставлю 8 из 10. Посмотрим, как будет на удобство. Далее. Это такая сумочка. Заказала себе в коричневом цвете. Она ужасно воняет, честно. Ужасно воняет. Я не знаю, первый раз. По-моему, у меня такое, чтобы так сильно воняла сумочка. Но на вид она очень красивая. Конечно, помятая. Но обычно я пихаю сюда полотенце или что-нибудь, чтобы она распрямилась. Так, идет такой длинненький ремешочек. Здесь этот пакетик. И все. Маленькая, аккуратненькая, как я и хотела. Потому что больших сумок у меня много. А какая-нибудь на прогулочку нужна была. Ну, ставлю, наверное, 7 из 10. Поскольку очень сильно воняет и пышла помятая. Типичная шининская сумочка. Конечно, есть ниточки. Это все можно убрать. Но за свои деньги, конечно же. Далее заказала себе вот такие вот заколочки-крабики. Я очень часто люблю собирать половину волос. Точно такие же, как и на фото, в принципе. Думала, конечно, будет чуть побольше. Давайте возьмем одну, посмотрим, что как. Да вроде неплохо обычные заколочки. Вот этот цвет красивенький, мне нравится. В принципе, нормальный за свою цену. Дальше, девочки, я заказала два чехла на свои Airpods. Один вот такой коричневый. Безиновая. Все отлично. Такая штучечка классическая. У меня сейчас черный. И он собирает очень много на себя пыли. Он неудобный. Не знаю, насколько будут удобны эти. Но надеюсь, что мне понравится. Дальше идет такой вот чехольчик с сердечками. Он такой вот прозрачный. Он показался мне очень милым, очень классным. Качество очень хорошее. Я не знаю, почему не хочу себя сгладить. Но весь товар, который я заказываю, он мне очень нравится. Приходит именно такой, который я хочу. Ставлю ему 10 из 10. Я не знаю, как он сядет, конечно, на мои Airpods. Этому ставлю 8 из 10. Не знаю, мне просто захотелось только поставить. Дальше я заказала себе чехлы на телефон и заказала чехол для зарядки. Давайте начнем с чехол на мой телефончик. Заказала вот в таком бежевом и в розовом цвете. Цвет шикарный. Мне очень нравится. Я думала, этот будет поярче. Но я очень рада, что он именно такой светленький. Потому что я не люблю слишком яркие чехлы. Говорит человек, у которого сейчас на телефоне очень разноцветный и неоновый чехол. Он идет с таким вот картриджем, или как это называется, чтобы ставить свою карту. Такие два чехла. Они мне нравятся. 10 из 10. Я очень часто заказываю себе чехлы из шеина. Дальше идет такой вот чехольчик для зарядки. Покажу поближе. Здесь идет вот такие два наконечника. Это чтобы провод не гнулся. Ставлю 10 из 10. Неплохой. Далее, как я вам говорила ранее, я заказываю себе вот такие вот пакетики для своего магазина. Сюда я уже ставлю что-то побольше, когда заказывают побольше товара. Ну, в принципе, видите, как они выглядят. Обычные пакетики. Ставлю 10 из 10, потому что покупаю уже раз пятый. Мне нравится. Дальше заказала себе две пары сережек. Откроем первые. Так, первые вот такие вот няшные, маленькие. Они идут в виде гвоздика завернутого. Мне нравятся вот такие маленькие, незаметные, как и вот сейчас вы видите у меня. Не люблю большие сережки. Ставлю 10 из 10. Заклепочка хорошенькая. Дальше идут вот такие сережечки в виде бабочки. Одна сторона одевается сзади, одна спереди. Ну, нежненькие, маленькие, шо могу сказать. Ставлю 10 из 10. Этим тоже 10 из 10 есть, я не говорила ранее. Так, дальше у нас идут вот такие два органайзера. Один бежевый, один серый. В принципе, нормально. Конечно, чуть-чуть поцарапано, покоцано, так сказать. Но смотрится мило, красиво. Ставлю 8 из 10, потому что запах вонючий. Дальше у нас здесь идёт такая милота, девочки. Ну, просто. Я не знаю, я реально шапоголик. У меня ещё нету ребёнка, но я уже заказываю для него товар. Я не знаю, ну, блин, ну, блин. Вы посмотрите просто на эти слюнярчики. А почему два? Там было три написано. Или два. Блин, они такие милые девочки. Ну, я не могу. Классные. Я ставлю 10 из 10. Мне очень понравилось. Я, конечно, не знаю, как они поведут себя после стирки, но они такие милые, блин. Кстати, вообще не пахнут, не воняют. В отличие от другого товара. Далее. Это шапочки. Старалась заказывать в бежевом и коричневом, потому что у нас есть бабушки, у нас есть мамы, у нас есть родственники, которые подарят нам цветную одежду. Эти шапочки что-то большие. Скорее всего на 6 месяцев, я так думаю. Очень милые шапочки. Нежные такие. Тоненькие, в принципе, на осень будет самое то. Ставлю 9 из 10. Потому что размер чуть-чуть подвела. Я думала, они будут поменьше. Это, по-моему, подушка должна была быть. Да. Тоже подушка для моей сладенькой булочки. Классно. С стопроцентной котом. Очень красиво смотрится. Очень нежно. Именно так я и представляла ее. Далее. Не помню, что здесь. Что-то черное. Одежда. Так. А, это лосины. Лосины для беременных. У меня появится скоро живот. И мне нужно будет носить именно такие вещи, чтобы не передавливало живот. Ну, блин, они такие большие. Они очень большие. Я хотела XS-ку заказать, но я заказала S, потому что испугалась. Ну, ладно. Мачество, конечно. Желает лучшего. Ладно, ставлю 6 из 10. Девочки, на этом пока что все. Все я вам показала. Скоро придет еще один мой заказ с Valberis и с Aliexpress. Это я покажу также чуть позже. Прошу вас оставлять комментарии, ставить лайки, просматривать видео до конца, потому что я из кожи вон лезла, чтобы перебороть свой вот этот страх камеры. Спасибо вам, что вы перешли, что вы смотрите. Оставляйте обязательно комментарии. Мне очень важно прочитать все-все-все, какие минусы, какие плюсы. Я все буду учитывать, сколько для меня это важно. Я хочу развиваться на этой платформе дальше. И если вам понравится моя искренность, то, как я рассказываю, показываю, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. И всем, наверное, пока. До следующего видео. Всех целую. Обнимаю.